Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачао-Черкесия. События понедельника в репортажах наших корреспондентов. И вот что главное сегодня. Глава республики встретился с участниками 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. И вместе с полпредом Олегом Беловинцевым посетил экспозиции регионов Северного Кавказа. Овощи, фрукты, мед, мясомолочная продукция, саженцы и многое другое. В Черкесии прошла традиционная осенняя ярмарка. Производители бойко торговали. Цены радовали покупателей. Стрельба из лука пневматического оружия, знания азбуки Морзе и 10 фактов о Хазаукинском сражении. На месте исторического события прошел открытый чемпионат по спортивному ориентированию. Прекрасная пора воспета поэтам. Все краски природной палитры в Кубанском ущелье запечатлела съемочная группа Вести. Сегодня в Государственной Думе начались дни Карачао-Черкесии. Мероприятие будет состоять из двух блоков – презентационного и содержательного. Депутаты Госдумы смогут ознакомиться с социально-экономическим потенциалом республики, инвестиционными проектами, самобытной культурой и традициями народов. Не менее значимым является обсуждение актуальных для Карачао-Черкесии вопросов в комитетах. В Сочи завершил свою работу 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В торжественной церемонии с закрытием принял участие президент России Владимир Путин, который поблагодарил всех гостей форума и поздравил тех, кто принял участие в мероприятиях. Глава республики Рашид Тимреза вместе с полпредом президента России в СКФО, руководителями субъектов, посетил экспозиции регионов Северного Кавказа. Участники делегации рассказали о том, как развиваются их территории, которые являются точками притяжения для туристов, а также о том, какие проекты они реализуют. Рашид Тимреза пообщался с молодежью в неформальной обстановке и сказал, что все ребята очень талантливые, перспективные, полны идей и планов. Верить в себя, свой талант, вместе стремиться к победам – это и есть главный смысл фестиваля, который стал прекрасным праздником и содержатель на образовательной площадке, отметил глава Карачао-Черкесии. В минувшие выходные в Черкесии состоялась рабочая встреча главы Карачао-Черкесии Рашида Тимрезова с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Руководители регионов обсудили различные направления межрегионального взаимодействия. Речь шла о сотрудничестве в сфере промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы и туризма. Василий Голубев дал высокую оценку уровню развития туристической инфраструктуры в Карачао-Черкесии темпами развития курортных зон, куда традиционно приезжает много туристов из Ростовской области. Глава Карачао-Черкесии выразил уверенность в том, что данная встреча придаст новый импульс деловому и культурному сотрудничеству между регионами. В Черкесии прошла традиционная осенняя ярмарка. На ней свою продукцию представили более 200 хозяйств из Карачао-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Краснодарского и Ставропольского краев. Жители и гости республиканской столицы могли приобрести товары ниже обычной стоимости на 15-20%. Подробнее Шерифат Лепшокова. В этом году ярмарка, сменив свое традиционное место, прошла на территории бывшего Тургеневского рынка. Сюда съехали с десятки грузовых машин не только из нашей республики, но и из соседних регионов. Что отрадно, все, что предлагали предприниматели, было произведено ими самими. Отсутствие перекупщиков сказалось на ценах. Они действительно были немного ниже обычных. Мы пришли с целью посмотреть, что здесь продается, купить продукты, яблоки, колбасу и так далее, посмотреть, что есть. Здесь большой выбор, все вместе. И невысокие цены, вполне доступные, можно выбрать все, что угодно. И в самом деле на ярмарке был представлен широкий ассортимент товаров. Это и сырно-молочная продукция, овощи, фрукты, рыба, которая была заметно дешевле, чем на рынке, поэтому пользовалась особым спросом. Не пустовали и мясные прилавки. Здесь также было много покупателей. Не остались без любимого лакомства и сладкоежки. На ярмарке были представлены десятки сортов меда. Потомственная пчеловодка из Кисловодска Ирина Лещенко не в первый раз в Черкесске. Она привезла мед собственного производства, который к тому же оказался на третье дешевле обычной цены. Мы ездим на ярмарки уже много-много лет. То есть и родители начинали, и мы. Это очень выгодно, во-первых, для людей. У нас меда в этом году очень много. То есть как бы у нас и магазин есть, мы торгуем на магазине. То есть и здесь тоже для людей. У нас мед свой, и воск, и прополис, и все меда, все наши. Только своим мы торгуем. Оживлённо было и в местах продажи саженцев. Садоводы знают, в конце октября, начале ноября, время посадки некоторых видов цветов и деревьев. На ярмарке можно было купить саженцы, поступившие прямо из питомников. Всего же в этот день было представлено более ста видов продукции. Традиционные ярмарки в республике проходят дважды в год. Поэтому следующее состоится уже весной. Шрифат Лепшокова, Ислам Урумав, Вести, Карачаево, Черкесия. Настало время погоды. Каким будет прогноз на завтра, узнаем прямо сейчас. По сообщению синоптиков, завтра в Карачаево-Черкесии ночью местами небольшой дождь. В горах со снегом утром туман. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Днём порывы до 13-18. Температура воздуха ночью плюс 1-6, а днём 9-14 выше нуля. В горах ночью минус 2 плюс 3, а днём плюс 2 плюс 7. В Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду и порывы до 18. Температура ночью плюс 4, плюс 6, а днём 12-14 градусов тепла. Это Вести в прямом эфире, и мы продолжаем. Покровитель войны, почитаемый многими народами Кавказа, в республику привезли мощи святого великомученика Георгия Победоносца. В храмке посёлка Кавказского архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт совершил богослужение и поздравил верующих с этим событием. Подробности у Али Баташева. Колокольным звоном и праздничными песнопениями встретили святыню, прибывшую из Георгиевского женского монастыря города Иссентуки. Ларец частицы мощей святого великомученика Георгия Победоносца занёс в церковь архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт. Обращаясь к верующим, архиерей отметил, что это событие происходит в год 25-летия республики в удивительном храме, построенном в кратчайшие сроки стороннями главы республики Рашида Тимрезова и других неравнодушных людей. Мы принимаем в нашей земле Кавказской великие христианские святыни. И сегодняшнее принесение мощей Георгия Победоносца становится зримым и вполне ощутимым событием, через которое мы можем с уверенностью говорить «Поистине с нами Бог и святые Его». «Поистине земля наша достойна того, чтобы принимать, сохранять великие святыни». Великомученика Георгия издавна почитают многие народы Кавказа. Он является покровителем воинов. Только в нашей республике в честь Георгия Победоносца освящены три храма. В Черкесске, посёлке Кавказском и селе Кустахи-Тагурово. Как и многие паломники, Руфина Дугенцова приехала из Черкесска, чтобы помолиться у мощей святого. С радостью и счастьем не упустила возможность побывать в этом храме, на этой службе. Потому что святой Георгий, он святой, который покровительствует и всем воинам. И то есть очень чтится у нас на Северном Кавказе. У меня сын сейчас служит в вооруженных силах. То есть и муж зовут Юрий. И поэтому он мне дорог, этот святой. И я думаю, что молитвы этого святого будут со всеми нами. Сейчас есть возможность преклониться, помолиться, попросить о чём-то. О чём воины Христовы в основном просят? Ну это просили, когда были воины, да. Просили, как обычно, победы, лёгких сражений. Наверное, об этом и просили, как и все. В субботу, 28 октября, мощи святого Георгия Победоносца планируют перевести для поклонения в Никольский собор Черкеска. Али Баташев, Али Бастанов. Вести Карачаева Черкесия. Прикубанский район. В ущелье Худес Карачаевского района прошёл открытый чемпионат по спортивному ориентированию «Большой Кавказ», посвящённый 180-летию Хасаукинского сражения. Цель чемпионата – пропаганда здорового образа жизни, развития и спортивного ориентирования в регионе. За данные спортивной дисциплины, в которой приняли участие студенческие команды республики, наблюдал Алихан Лепшоков. В живописнейшем ущелье Худес у подножия горы Хасаука-7 команд принимают участие в этом увлекательном соревновании. Открытый чемпионат по спортивному ориентированию «Большой Кавказ» организован к очагу имени Умара Алиева, среднеобщеобразовательной школы «Аула Каменомост» и творческим объединением «Креатив Йети». Открывая мероприятия, организаторы чемпионата подчеркнули, что подобные состязания способствуют воспитанию патриотизма у молодёжи и бережное отношение к истории родной республики. Мы эти мероприятия проводим ежегодно, здесь посвящённые этому мероприятию. Мы начинали 9 лет назад, проведя всероссийскую конференцию, научную конференцию. Потом проводили различные культурные, просветительские мероприятия, экскурсии со студентами часто проводим, даже несколько раз каждый год. Но в этом году решили формат немножко изменить, потому что мы должны подумать о туристической привлекательности нашего региона, о воспитании и пропаганде здорового образа жизни. Каждому участнику в ходе состязания предстоит при помощи спортивной карты пройти контрольные маршруты, верёвочные перила, стрельба из лука, из пневматического оружия, знания о сбуке Морзе и 10 фактов о Хасалфинском сражении. На всех этих пунктах ребята должны были набрать наибольшее количество очков, чтобы стать победителем открытого чемпионата. Это пример взаимовлияния, взаимодействия всех народов, не только Северного Кавказа, но и вообще полиэтнических регионов России и вообще во всём мире. Вот это и есть взаимообогащение, наверное, это миросозидание, можно сказать, миросозидание между народами, миросозидание между студентами. Каждая команда старалась пройти маршруты и дойти до финиша первой. Здесь немаловажно хладнокровие и воля к победе. Также в рамках чемпионата преподаватели Качагу подробно рассказали участникам о том, как проходило Хасалкинское сражение и о его значимости в истории нашего региона. По словам самих же ребят, в этих соревнованиях победит та команда, которая более сплочённо и стремительно идёт к победе. Меня переполняет чувство радости в таком прекрасном месте. Тем самым мы почитаем наших предков, отдаём должное. Было трудно подниматься, но и тем не менее, это для нас честь участвовать в данном мероприятии. В итоге победителем соревнования стала команда СКГТ, а второе место заняли ребята из аула Каменомост. И третье место досталось команде Качагу. Алихалеб Шоков, Ахмад Чучаев, Аслан Баташев, Весикарачаева, Черкесия, Карачаевский район. Золотой, багряный, пурпурный – и всё это краски осени. Пожалуй, это самое очаровательное и таинственное время года. Поэты, художники, музыканты разнопоколений посвящали осени свои вдохновлённые стихи, картины и произведения, через призму которых раскрывали эту золотую пару во всех её великолепных красках. Наша съёмочная группа отправилась в Кубанское ущелье, чтобы полюбоваться сказочной красотой осени с золотым отливом. Своими ощущениями о любимом времени года поделилась Алла Динаева. Видя такую красоту, невольно вспоминаешь слова из стихотворения Пушкина «Осень». Как это объяснить? Мне нравится она, как, вероятно, вам, чихотошная дева. Порою нравится, на смерть осуждена, бедняжка клонится без ропота, без гнева. Улыбка на устах у вянувших видна, могильной пропасти она не слышит зева. Играет на лице ещё багровый цвет, она жива ещё сегодня, завтра нет. Это одно из самых прекрасных произведений, посвящённых этому времени года во всей русской литературе. Строки стихотворения проникнуты огромной нежностью и любовью к окружающей природе, находящейся в фазе увядания. Широко известно, что осень была самым любимым временем года у Пушкина, и это понятно. Столько разных красок, такое великолепие природы очаровывает взгляд. В это время года в Кубанском ущелье вода в Кубани становится изумрудного цвета, периодически меняя свой оттенок на синий, а небо завораживает взгляд насыщенным лазурным цветом. И на фоне всего этого великолепия деревья, одни ещё в зелёных, другие в жёлтых, багровых и даже розовых нарядах, и снова вспоминаешь слова из произведения Пушкина, «И с каждой осенью я расцветаю вновь». Месяц октябрь наполнен поэзией, наверное, поэтому в нём родилось столько классиков русской литературы. Сергей Есенин, Михаил Лермонтов, Марина Цветаева и многие другие известные и любимые писатели и поэты. Нельзя не любить это время года. Наверное, многие согласятся с этой мыслью и расскажут о своих впечатлениях золотой поры. Я очень люблю золотую осень, такую, как сейчас. Вот каждое утро через этот парк я иду на работу, восхищаюсь, очень красиво. И в голову приходят слова нашего великого классика Антона Павловича Чехова. «Пахнет осенью». Я люблю российскую осень. Что-то необыкновенное, грустное, приветливое, красивое. Взял бы и улетел бы вместе с журавлями. Где там сильно жарко, а зимой сегодня холодно. Осенью так было среднее. Да, можно выйти погулять, хорошо, подышать воздухом. Красивая природа, листики красные, желтые, красивые. Весна прекрасная сама по себе. Когда все расцветает, когда зеленеет после вот этой серой, зимы черной. А осень, а осень красивая сама по себе. Осень – это рыжая красавица в нарядных одеждах с голубыми глазами и легкой поступью, с тихим шелестом опадающих листьев, по которым нравится ходить и шуршать сухой листвой. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Таким был понедельник, Карачаева, Черкесия. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Бумеранг». Приятного просмотра и ждите вестей. Субтитры подогнал «Симон»!